Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики, дамы, господа, доны, джентльмены и прекрасные леди. Два года прошло с тех пор, как вышел мой ролик про ножи. С тех пор многое поменялось, и я, скажем, углубился в тему ножей серьезнее. Потому что тогда было много вопросов на тему какого-то станочка, который я показывал, как точить ножи, купленного у деда на блошином рынке, который смастерил его сам. Станок прекрасный, зря вы там ругались о том, что это все неправильно, а правильно, еще что-то как-то вот там не так, не здесь. Значит, с тех пор я познакомился с рядом людей, которые делают ножи, которые в них разбираются, кто занимается заточкой, кто занимается изготовлением заточных аппаратов. И в итоге много-много для себя интересного узнал. Отвечая на массу вопросов, вы пишете о том, что какие ножи выбрать, как ножи выбрать, и вообще, что такое идеальный нож. Я не буду никого рекламировать, никакие марки и так далее. Я лишь расскажу о том, каким должен быть идеальный нож, и что его должно окружать на сегодняшний день для меня, чему я научился и что я понял. Когда вышел ролик про ту точилку мою, значит, Сергей Моргов написал мне из Новосибирска, мол, типа, чувак, вот есть, знаете, категория людей, которые пишут, типа, что за говно? Чувак написал такой, аппарат говно, но я бы мог тебе посоветовать у меня вот такой. То есть, когда есть конструктивная критика, почему не вступить в контакт, и, соответственно, а дальше больше. Через него я познакомился с Игорем Ивановичем Ионовым, новосибирским человеком, который занимается заточкой всю жизнь, коллекция ножей больше тысячи. Я приехал к нему в Новосиб, ну, потом был по делам, и он мне рассказал много всего интересного. В том числе, вот к Новому году, ну, то бишь, к своему дню рождения, я купил вот такой вот чемодан, в котором в разобранном виде один из самых лучших заточных аппаратов в России и, наверное, в мире. То есть, я прям заморочился, он стоит денег и так далее. Куча брусков, всего прочего. И у меня увеличилась коллекция ножей. Начиная с того, что, значит, этот ножик, вот этот вот я, пчак, я его раздобыл в Новокознецке, купил. Сталь так себе, вообще обычная-приобычная, очень толстый обух, форма классическая. Ручка, ну, как бы, вроде бы он вначале был острый, потом начинаешь им резать, он моментально тупится, что говорит о плохом железе, да. Железка плохая, но вот он, как бы, я его даже и не трогаю. В общем, он валяется, никому не нужный и такая, ну, безделуха. Поэтому я его сразу там прячу и... Потом у меня появились, значит, летом мне в Новосибе подарили вот такой нож. Олег приехал, мой подписчик, и теперь уже мой товарищ, привез мне из дамасской стали филейник. Филейник сделали ребята, неплохо сделали, но так, как бы, ювелирным изделием не назовешь. Форма лезвия и заточка такая очень странная, ну, может, из-за того, что он мягкий. Вроде как дамасская сталь круто, но при всем при этом все ножи из дамасской стали, ну, большинство ножей из дамасской стали, они ржавеют. Поэтому вот эти понты, давайте мне нож из дамасской стали, подумайте 10 раз, надо ли вам его. За ним нужно идеально ухаживать. В итоге оказалось, что нож довольно острый. Я им пропорол себе руку и, как бы, отошел от него. Долго оно у меня заживало, шрам остался. Оказывается, что нож после того, как вышел с мастерской, им кто-то порезался. Он почувствовал кровь, а такие ножи, знаете, вот суеверие, не суеверие, а такие ножи, почувствовавшие кровь с самого первого дня своей жизни, они потом начинают ее проливать всю свою жизнь. Короче, я его притащил в кафе, им изрезались все. Все вообще даже не повара, даже те, кто были в зале, все изрезались, и это была удивительная вещь. Я такой думаю, вот тебе раз. Вот не случайная вещица. Он, на мой взгляд, слишком мягкий. И вы знаете, ну вот как-то он вроде бы сделан классно, а вот неудобно, ну вот им неудобно работать и там филировать рыбу. Я вообще последнее время понимаю, что филейные ножи не должны быть гибкие, потому что ни один рыбник на рынке не разделывает рыбу гибким ножом. Ни один. В Москве, блин, на всех рынках у всех длинные крепкие ножи, которые не гнутся вовсе. Ими удобнее работать. Странным образом. Спасибо, Олег, за этот нож. Он у меня будет как напоминание нашей дружбы. Значит, дальше. Потом Сергей Морогов вот к Новому году прислал, значит, финку НКВД из очень классной стали. Угол заточки 19 градусов. Для меня, значит, 38 с двух сторон, да? Для меня вот моя привычка. Я как привык, вот все началось-то с этих ножей у меня, я как привык, что здесь линзевидная заточка, то есть круглая такая, и угол очень-очень, здесь, наверное, 15 градусов. Угол, не 19 с одной стороны, да? Я привык к ним. У них рез другой. Как только мы видим чуть толще обух, я оставлю его пока здесь, чуть толще обух, то есть там 3-3,5 миллиметра, это уже для ножа резать неудобно. Если его учитывать как штык-нож, и толстый обух нужен для того, чтобы на излом он, да, не ломался. Он удобный сам по себе. Фрукты там порезать, классно. Гарда мешает работать, да? Это понятно, он не для чистки. Это прям НКВДшная финка такая, которая вот как мужская игрушка. Ну, прикольно, да. Но работать ей неудобно по сути своей, потому что она для другого предназначена. Каждый нож предназначен для своего. Не нужно требовать от определенного ножа других непонятных для него функций. Не переживайте. Штука удивительная, классная. Я и с удовольствием буду с ним и по грибы ходить. Я с удовольствием в одном из роликов им обваливал мясо. Удобная вещь, рабочая. Нож классный. Тем более, когда офигительная сталь, нержавейка, которая вообще коррозии не поддается. Так это огонь. Сергей, приятно. И вообще нож замечательный. В свое время я был в Нальчике. Значит, два года назад мы как раз с моими клиентами делали, как бы это сказать, там гастротур в Нальчике. И мне подарил отец моего друга, шефа. Значит, вот этот нож. Очень красиво изготовлен. Из офигительной стали. Правильный свод. Все. Очень толстый обух. Как охотничий нож, он великолепен. Он прекрасно исполнен. У него как бы кончик. Видите, здесь вот фаски сняты. Он удобен для, наверное, каких-то охотничьих дел. Для кухни он не очень удобен. Хотя шашлык можно порезать. Чем толще обух, тем сложнее работать ножом. Потому что еда, ее начинает распирать, когда доходишь до середины. Рез неудобный, да. Для мяса мягкого, которое не надо разделять, он вполне. По технике изготовления он, конечно, прекрасен. Это прям настоящее произведение искусства. Я его ценю. Люблю этот нож. Пользуюсь редко. Он такой у меня в коллекции супер, скажем, гламурный. Я его без всяких. Потом, значит, в конце прошлого года ко мне приехал нож. Дамасская сталь. Он короткий, узкий, тонкий, очень обух. Да еще и клин отсюда-сюда. Мягкий. И есть один маленький нюанс. Я сразу прошу прощения, если вдруг кто-то из ребят, кто делал эти ножи или присылал, не обижайтесь на меня. Я даю свою точку. Я не хочу никого засрать. Я просто рассказываю о ножах. Есть плюсы, есть минусы. Вы должны понимать, какой нож вам выбирать. Для этого ножа, вот он вроде бы классный. Вроде бы острый. Все супер. И хват здесь, и под палец, и все удобно. И, значит, больстер здесь такой узенький. Острый край. Неудобно, да? Для... Вот так вот его не возьмешь. Ну, такие ножи и не берут таким образом. Им работают вот тут для пальца. Специальный вырез. Им работают как-то так. Значит, для универсального ножа он слишком мягкий. Универсальные ножи, которыми колбасу нарезать или мясо готовое, он неудобно им резать. Потому что, если мясо мягкое, он не держит кромку, он будет болтаться. Срез неровный. Для филейника он короткий. Дамасская сталь, крутая сталь. А форма, длина и вообще назначение ножа, оно такое как бы непонятное. Я им уже и так, я им пытался приспособиться. Я дома тестирую ножи, с собой беру, режу помидоры, овощи, там что-то зачищаю. Нож при всей его крутизне вообще ни к чему не предназначен. Такой тип. Ну, просто нож какой-то и все. Зачем он нужен для этого самого? У меня он в коллекции просто как вот дамасская сталь. Крутая тема. Я его заточил под свой угол заточки. Все, супер. Он все режет, но работать им неудобно. Спасибо за подарок. Классный нож. Ну, вот как бы я к нему приспосабливаюсь. Пока что за несколько месяцев я так и не приспособился. Это все я веду, потом расскажу, к чему я это веду. Значит, это как бы реплика якобы засапожного ножа, казацкого полка. То есть, это кость, это, значит, мельхиор, череп, молитва, все дела. Здесь даже написано X12MF сталь, нержавейка, офигенная. Тут она немножко под крафт, да, не зашлифованная и так далее. Больстер такой. Ну, понятно, что вот эти ножи, у которых нет пятки, да, расширенного лезвия, они такие. Широкий обух, толстый вернее, узкое лезвие. Я его с собой беру в поездки, потому что им удобно сало резать, хлеб можно нарезать. То есть, он такой, туристический, я его использую как туристический. Хотя, он визуально очень красиво выглядит, очень классный. Я его увидел на выставке, сам лично купил. Потому что и железка неплохая, и как бы, и вся форма, и ручка не очень длинная, и ножны офигенные. То есть, он как ювелирка и сделан, конечно, суперски. И череп мой любимый, тут все как бы. Я его подарю Максиму Сырникову, обещал, выполню обещание. Потому что это засапожные, значит, утверждают. Я не историк, я не буду утверждать. Типа, сделан засапожный нож казацкого полка под предводительством генерала Бакланова. Это, если кто увлекается историческими движениями, тот знает, да? Это череп, это черный, череп говорю, черный флаг вот этого полка казацкого. Две кости, молитва вокруг и череп Адамова голова. Вот, и, соответственно, там определенный смысл это все несет. Можете почитать о нем. Очень прикольная ножевая штука и вообще кайф. Мне очень понравился. И вот такой вот нож из Новосиба приехал мне. Вот это, конечно, сделан по прототипу, по форме японского боевого ножа с коротким лезвием. Здесь, соответственно, у меня и определенный иероглиф, который соответствует какому-то направлению духовному. И здесь клеймо того, кто это сделал. Несмотря на то, что толстоватый обух для такого ножа, для короткого, спуск в ноль почти. В ноль спуск. Это очень удобно. Короткая режущая кромка, в смысле заточная, да? Вот эта кромка сама, она... И он очень острый, классный, офигительная сталь. И короткая ручка, он такой прям темляк я сам вязал здесь, как получилось впервые в жизни. Навязал как, ну, как получилось. Ну, мне, в принципе, устраивает все. Такая висюлька забавная, тут болтается. Наборная ручка очень классная. Сделан как ювелирное изделие, реально. Супер сталь, супер нож. Да еще и авторские вот такие ВЕ Василия Миляненко сделали ножны тоже ребята новосибирцы. Вообще огонь. Я им написал там отзыв у них на сайте, что типа и этим, и этим ребятам большой респект, уважуха, молодцы. Сделали то, что надо. Значит, и, соответственно, возвращаемся обратно сюда. Да, вот тут уже мой тот нож, про который я подробно не рассказывал. Это мой любимый нож, с которым у меня уже он, наверное, когда мне, в июле, наверное, его Влад Волкоморов прислал. Ну, вот с июля, ну, там почти год уже скоро будет. Мягкая сталь, реально мягкая. Я вначале парился. Ну, типа она недорогая и все. Но вот этот нож был реализован по моему жизненному опыту. Значит, все началось вот с этого ножа. Это был один из моих любимых ножей. Но у него есть ряд недостатков. У него очень классная толщина обуха. И при этой ширине, значит, сведение в ноль, линзовидная заточка, определенная форма. Удобно очень. Вот это был самый удобный для меня нож. Но у него очень длинная шейка ножа. Боль стороны нет, у него ручка переходящая, да, вот эта шейка. И потом вот сюда. И при всем при этом, вот это место очень тонкое. И когда ты держишь ручку, у тебя охота сюда перелезть, да, чтобы больше контролировать нож. От этого, вот это место у тебя попадает на первую фалангу указательного пальца. Вот так вот. И когда ты работаешь много, 30 килограммов лука этим ножом, и у тебя мозоль здесь такого размера, потом она рвется, блин, это больно. Палец не согнуть. Вот это самое наиважнейшее при работе шеф-повара. Многие на это забивают. Многие шефы вообще забивают на то, чем они работают. В ресторанах ножи там валяются, как попало и так далее. Дома. Десятый раз говорю, не перестаю говорить. Если режущая кромка касается металла, типа металлические корзинки с там вот с вилками и ложками, как вы храните. Я приезжаю к друзьям, вчера был у Макса в гостях, а у него в металлической корзинке. Я говорю, братан, ну у тебя все, ножу кирдык. Ну то есть ты как бы купил нож, ты там хочешь раз в неделю кайфовать от приготовления пищи, но это хранить в металле нож, это запрещено. Если вы его там храните, значит это у меня даже домашние ножи, которые у меня там простяцкие, вон это Аркос. Стремные ножи простяцкие с мягкого металла. Блин, я их держу вообще в идеальной заточности. У меня люди приходят, руки режут, они говорят, это что вы это? Я говорю, я же мужчина дома, у меня ножи острые. Они у меня не касаются металла нигде. Поэтому мозоль, вот эта вещь, это важнейший элемент, когда вы выбираете нож. Вот здесь должен быть такой больстер или такая короткая шейка, чтобы вам было удобно и чтобы у вас не натиралась мозоль при работе этим ножом. Даже если вы работаете немного, она не должна вам дискомфорт доставлять. Да? Поэтому, когда я заказывал Владу Алкоморову нож, я ему сказал, больстер должен быть такой, чтобы шейка была короткая. Видите, шейка короткая. Я не знаю, как показать так, чтобы было понятно. Вот смотрите, от пятки, вот так вот пятки мы собираем вместе и видим, что вот здесь пропасть такая, шея длинная, а больстер-то вот здесь вот он, да? Понимаете? Что вот здесь, даже если я переведу сюда руку, у меня здесь фасочка срезанная, уголочка нету, все ровненько, здесь гладенько, тут гладенько. У меня вот этот нож 30 килограммов лука и мозоль будет вот такая рваная, блин, кровавая рана, а здесь будет 100 килограммов лука и мозоль только-только появится. В этом смысл вообще шефского ножа. Ручки, тригонометрия, эргономика, там что только народ не придумает. Японцы придумали самую идеальную ручку. Прямая с ребром вот здесь. Потому что вот где у нас начинаются пальцы, здесь самая глубокая морщинка. И в идеале вот так у нас в эту морщинку попадает ребро и все. Не надо ничего придумывать. Это самый простой нож. Я люблю классическую европейскую форму и свод от обуха сюда в ноль. Он был полностью в ноль. Я говорил про то, что короткая кромка заточки, ширина заточки самой короткая. Вот здесь вообще ее не видать. Здесь не видать кромку, которую я затачиваю. Потому что он в ноль сведен. Это идеальный нож с точки зрения реза. Потом некоторые говорят, типа вот там сатин. Вот эти вот полосочки, да, сатин. Видите? Полосочки такие маленькие-маленькие-маленькие. Это такой наждачика, это шлифуется. Сатин должен быть поперек. Вот кто говорит, что должен быть вдоль сатин, ну они немножко неправы. Потому что даже вот этот нож, видно, что сатин сверху вниз идет. Мы режем-то продукт сверху вниз, а не вперед. Это не колющий нож. Это режущий нож. Ты режешь нож вот так. Поэтому сатин должен помогать. Как только сатин такой, берешь два ножа, одним легче резать, чем другим. Странно, но так и есть. И самое главное, это тонкий обух. Еще раз. Если толстый обух, значит тяжело резать каждый умник, каждый, значит, вот этот вот человек, который производит ножи или продает их все такие, типа бумага, бумагу режет, кайфушка. Чистый маркетинг. Не верьте никогда. Бумагу может резать любой топор, если его хорошо заточить кромку. Бумагу режет кромка, а еду режет вся плоскость ножа. Поэтому если у вас толстый обух, ну вот смотрите, вот у меня домашний, например, вот так видно примерно, да, что вот этот обух толстый, вот этот тонкий. Вот это мой любимый нож. Я им работаю, я кайф ловлю. Это домашний нож. Ну как получилось, так короче он режет и все. Ну я не парюсь, потому что его все приходят, там жена, гости и так далее. Этот нож такой на убой. И то он работает. Здесь это идеальный рез, когда ты просто берешь морковку. На морковке надо проверять, как режет шеф нож и любой нож. Если морковка развалилась посредине, все, он толстый, вы им будете мучиться, вы никогда не будете им резать. Он должен быть идеально тончу. Тончу. Также у японцев мне, да, не нравилось тот факт, что прямая пятка, ну вот, значит, здесь она еще такая, более-менее. А у японцев, у сантоку там и так далее, вот у тех, у фанатичных японцев, которых у меня нету. Где-то у меня был, он там валяется. Значит, я говорил, что я умудряюсь правую руку порезать, поцарапать палец, хотя правую руку повар не режет никогда. Он же в левой руке, он всегда режет левую руку. Все, у всех поваров руки левые порезанные, не правые. Когда я понял, что я умудряюсь поцарапать и порезать себе вот этой пяткой острой вот эту штуку, я попросил, а можно мне сделать пятку круглую? И когда я получил круглую пятку, для меня это вообще стало открытием. Это можно так сделать круто, да. И тебе ты никогда не режешь вот эту руку. Она не мешает вообще, это идеальная форма. Ну и все, дальше, что дальше? Да, там под руку себе чуть-чуть, значит, делаете ручку по длине универсальная, делаете бойстер прикольный, чтобы он не царапался, ни шершавый никакой был, ни короткий, ни вот такой, ни плоский, вот как здесь. Видите, отсутствие бойстера как бы плоское вообще все. Это все натирает, это все неудобно, это все нужно рукать оттуда лезет и так далее. А дальше, получив хороший нож, выбрав хороший нож классный, вы должны обзавестись. Это понятно, это идеальная форма. Если вы фанат, вы покупаете себе охеренный станок и кайфуете, все точите. А если нет, вы должны обязательно купить, ну, на ножевой выставке я вот купил вот такой вот стрёмный, вообще непонятно, кто это точил, это какая-то клей тут торчит, вообще труба какая-то отпиленная с куском отколотым здесь. Но за такими мусатами очереди стоят из людей, которые фанатично относятся к ножам. Потому что этот мусат полторы тысячи грит, он руками, вы его не чувствуете, это просто гладкая фарфоровая штука. Так вот, за мягкими металлами, за очень острыми кромками, за линзовидными заточками ухаживает. Его не надо точить, за ним надо ухаживать. Вы же не берете, не приходите, если хотите сделать себе маникюр, не приходите к деду к своему и говорите, дед, у тебя там такой станок был такой, вот с такой вот, вот с такой грубой наждачкой, мне нужно ногти так вот так вот сточить. Нет, вы берете аккуратную пилочку и делаете так, чтобы у вас было все гладенько. Если вы нож убили насмерть, вот это, и вот это вам не поможет никогда. Вот это вам только поможет, причем вот с такими брусками, которые там, там слышно, как он ноготь точит, брусок. Это у меня что, это 240, да, у меня? То есть это прям крупный, там можно, с помощью этого бруска можно менять угол заточки. Все, выжимаете. 1500 грит, стрёмная штука, самая идеальная, крутая. Их, кстати, почему-то не продают в магазинах, я пытался найти и тогда испортил свой нож, когда заказал 1500, мне привезли 800. Я его беру, он такой, у меня аж палец, блин, заточился, вот так вот, я чувствую, там кроха такая. По незнанию дёрнул этот нож, поцарапал весь, теперь жду момента, когда полечу куда-нибудь или в Новосип, или, значит, в Ижевск, и отдам, может, или Владу, ну, чтобы, может, отошлю его, чтобы мне привели опять в порядок, с сатином опять вытянули. Вот. Все, там аккуратненько мы ухаживаем за ним, ухаживаем, не даём появляться заусенциям. Вот этот, когда у вас появляется вот этот, и когда вы понимаете, что такое металл, и как он работает, и как аккуратненько нужно следить за ножом, вот этот уходит в домашнее пользование, вот к этому ножу. Потому что металл на металл, всё, тут как бы вообще другая история. Вот, вот этим усатом я уже к своим ножам не притронусь никогда, только керамика, только керамика. А этот вот дома, раз, посмотрел, так, заусенец нету, отлично, а жена его не пыталась убить, но я его вовремя, вовремя, ага, вот исчезло. Вовремя поухаживал, всё, значит, всё дальше работает. Мораль сей басни такова. Значит, понятно, что в частной мастерской там у многих из вас нет денег заказывать, это довольно дорого, там в пределах, начиная от 15, хороший нож от 15 до 25 тысяч стоит. Если на заказ, если правильно понимает, человек соображает в геометрии самого, самой, самой пластинки. Я был на клинке в этом году на выставке ножевой, 100, 50, наверное, там, или 145 экспонентов было. И представьте себе, я обошёл всех систематически, каждого, в поиске шефского ножа. Шеф-нож, для меня, для шефа. И вы знаете, каково было моё удивление, я не нашёл ни одного шеф-ножа достойного работы. Все как-то пытаются сделать аппарат и не понимают как. Поэтому на первом этапе, если есть чуть-чуть баблишка, значит, ну вот, вот эти ножи там рассмотрите, например. Если нет баблишка, значит, смотрите какой-нибудь, какой-нибудь дешёвая, может быть, и не совсем гэ, просто смотрите дешёвые ножи, запаситесь каким-нибудь простяцким. Есть простые, дешёвые, недорогие, вернее, скажем так, недорогие заточные аппараты, поройтесь, да, для того, чтобы вот, ну, там, править его. Если нет, если вы так особо вообще не хотите запариваться, возьмите дешёвый нож и погрубее мусат. Погрубее мусатом будете, посмотрите видеоролики про то, как правильно точить, пользоваться мусатом. Угол какой выравнивать, посмотрите, какие ножи, какие производители, какие углы заточки дают для определённых ножей. У меня, например, вот на этом угол 16 и кромку закрепляющей 17, вот этого достаточно для этого ножа. Здесь 15, значит, 16 и 17. 15 заточка, потом 16 точится и край уже идёт 17 градусов. Здесь ХЗ, а, ну я их точу на вот этом-то станке, здесь я делаю угол 19. Сталь тоненькая, кромка получается узенькая, 19 достаточно, она не так убивается, как пятнашка, потому что это же всё-таки ножи такие. В общем, нужно с сознанием дела подходить к выбору ножа. Я надеюсь, что это видео вам поможет каким-то образом разобраться в многообразии ножей. Неважно, лёгкий или тяжёлый нож, это вообще не имеет никакого значения. Если вам продавцы будут говорить, тяжёлый нож за вас работает, нифига не подобного. Когда нож острый, когда тоненький, рабочий, классная геометрия, он работает за вас. Вам не нужно, чтобы он там типа сам падал, стол развалился. Он должен у вас с лёгкостью работать. Всё, он должен шуршать. В общем, кайфуйте, разбирайтесь, углубляйтесь. Идут годы, идёт наша жизнь, но тем не менее, если стоит на что-то обратить внимание и сделать несколько шагов навстречу этому, всё тогда становится понятным. Тогда становится понятным. Вот, а там мне один человек просил даже ему даже размеры дать. Писал-писал мне, говорит, дай мне размеры твоего ножа. Напиши, что ты написал, пришли мне текст, который ты написал, с помощью которого ты описал, какой нож ты хочешь заказать у Влада. Я ему говорю, братан, ты сам должен решить, какой нож тебе нужен. Это нож, мой опыт жизненный, этот нож, который я родил у себя в голове. В течение жизни я пользовался разными ножами и пришёл к выводу, что мне нужен определённый нож. Вот если вы пользуетесь какими-то ножами, нет такой панацеи, типа, какой нож взять, да вам какой не дай, вы убьёте его в три секунды. Любой самый дорогой в мире нож вы убьёте в хлам. Вот когда вы углубитесь и купите три дешёвых, поймёте, как за ними ухаживать и как делать так, чтобы у них был идеальный рез, вот тогда вам пора покупать дорогой нож. Тогда вы будете к нему относиться по-другому. Так что, типа, какой нож выбрать, какой лучше, вот, ну, я не знаю, что ответить вам, дорогие друзья. Я вам рассказал про ножи, как-то вот более-менее дал информацию, которая пришла мне за год. Вот, пользуйтесь.